Подошел Габлак и можем мы начинать первый матч на Dream League. Сегодня Рокскиз против команды Cloud9. Правда, команда Cloud9 не совсем в сборе. Как вы видите, здесь нету, я так понимаю, Синг Синга, Бонни седьмой, Энви, Пайлайдай и... Боже, я уже забыл, кто там пятый катает. Так, надо сейчас быстренько анонс запилить. Бонни седьмой, Энви, Ауи 2000, Синг Синг, Пайлайдай. Получается, еще Ауи у них нет. Жалко, конечно, то, что ребята играют неполным составом, потому что все-таки хотелось бы посмотреть на их максимальный уровень игры. Ну, еще очень неприятно для команды Рокскиз также то, что матчи проходят на американском сервере и, соответственно, очень-очень тяжко будет здесь играть. Ну, для профессиональных игроков, может быть, это и не так важно. Вообще, кому как. Вот Na'Vi, например, вообще не любят играть на американских серверах. Для них вот каждая игра против каких-нибудь Liquid – это просто кровь из носа. Какая-то вот катка непонятная в итоге. Ну, тяжело, конечно, это понятно. Это даже видно вот по действиям, которые игроки там могут совершать в течение матча. Там какие-то вот, может быть, ну, микромоменты, которые тяжело на большом пинге реализовать. Это понятно. Для микромоментов это всегда очень важно, да, когда ты играешь на большом пинге, и их просто очень тяжело исполнить. Ну, банально, в тебя летит какой-то Projectile Stunt, да, там от Леорика, от Свена, неважно от кого. И у тебя есть манты, и ты просто не успеваешь смантить эту фигню, и в итоге получаешь хлебалом эту штуку, и в итоге тебя месят. Ну, неприятно просто-напросто. Ну, ладно, уйдем от этой ситуации. Видим пик Дарксира, очень своеобразный. Вообще, Bone7 для меня сейчас, ну, для меня, после того, как я увидел, как он на нем играет, он стал для меня лучшим, наверное, Дарксиром вообще в Дота комьюнити, потому что он вытворяет на этом герое что-то вообще невероятное. Вот именно на нем. Ну, как бы он, конечно же, вообще сам по себе хороший хардлейнер, то есть и на бэтрайдерах, и на всяких Клокверках, ВРках он способен катать, и способен катать хорошо. Но вот на Дарксире мне он почему-то больше всего запомнился, как чувак, который постоянно какие-то медасы клепает на Дарксирах, как чувак, который к 25-й минуте как минимум половину слотов имеет на Дарксире, какие-нибудь там аганимы, рефрешеры. Нет, ну я, конечно, наверное, перебарщиваю не к 25-й, но он очень быстро их собирает, что, конечно же, удивительно. Вот. Ну, какой будет второй пик? Я бы не удивился, если бы увидел Сенткинга, которого вчера мы видели с вами в двух играх из трех, и, ну, у обеих этих Сенткингов была одна и та же задача, это профармливать лес. Правда, сначала у Мизери не очень это хорошо получалось, потому что команда Рокскиз, ну, явно так, насела на триплу, где стоял СК, и не давала ему такой возможности профармливать леса как следует. Вот. Ну и потом сами Рокскиз дали Йолу этого СК, который, ну, вроде бы как фармил, а вроде бы как что-то бегал туда-сюда, обратно и как-то, ну, хоть и быстро получил свой даггер относительно, да, на 14-й минуте, но он мог его вывести вообще там на 9-й, если бы никуда не бегал, причем его пробежки и ганги были весьма сомнительны, на мой взгляд. Странно поступил сейчас Пайлайдай, ну, как мне кажется, то есть вот он пикает Ио, ну, и Дарксира с Ио он забирает, а Парейшн, конечно же, берет БЗЗ, который, как мне вчера сказали в чатике на Твич ТВ, давненько уже сидит на пике, что очень странно, как мне кажется, потому что Габлак, он побольше все-таки опыта имеет в этом плане. Ну, Артур тоже весьма своеобразный пассажир и, может быть, команда так подумала, решила, что пусть БЗЗ тогда сидит на пике. Ну, естественно, обсуждают они это дело все сами. БЗЗ понимает то, что с Дарксиром очень в последнее время часто берут Сенткинга другим саппортом и поэтому убирают СК. Тут как бы уже очевидно то, что у команды Cloud9 будет какой-то лейновый саппорт. Точнее, что у них уже есть лейновый саппорт, и они могут себе позволить лесника одного. Поэтому тут можно спокойно убирать вот таких персонажей, как СК. Ну, опять-таки, чего Пайлайдай хочет взять под виспа? Пока что тяжело сказать, потому что героев, которых можно забрать под виспа огромное количество, начиная от самого вот такого популярного, ну, в бывшей, вот в ранней Доте, это ЦК плюс Ио, да, ну, а в последнее время все-таки стараются забирать именно Тини плюс Ио, потому что это жестко, вот честно. Да, когда Ио мог станеть, то, конечно, круто было. Ну, да, кстати, Тини, наверное, будет лучшим выбором здесь для команды Cloud9, потому что можно стягивать под прокасту Тини, плюс он с плэшом лупит, будь здоров, как раз-таки все рядом. О, Рики решили забанить. Интересно. Побоялись, что их Рики вырежет всех. Ну, герой, конечно, тоже неприятный в мид-гейме, если он хорошо отстоит, а вы свои лейны не очень хорошо отстоите, то велика вероятность того, что он будет просто бегать по всей карте и вас лупасить. Ну, тогда можно взять какой-нибудь, там, команда пять пик, там, вот из разряда тоже, вот, героев для пуша, да, и этот Рики тогда ничего не сделает, потому что ему-то надо по одному вырезать, а вы просто бежите, пятером варда воткнули, ну, и что, ну, прыгнул, окей, там, тучку поставил, там, ну, вроде убил кого-то, а его тоже в ответ можно заместить. Ну, много, конечно же, решений. Интересно посмотреть, что пикнет Пайлайдай сейчас. Так, а я пока что быстренько свернусь в паблик и анонс там обновлю, потому что там трансляция началась через полчаса, как был повешен анонс, даже, наверное, чуть позже, то есть анонс повесили в группе где-то там без двадцати девять, наверное, за пять минут до начала официального матча, вот, и, о, инвокер. Ну, вот видите, как бы, ну, на инвокере будет, наверняка, играть Энви, вот, я больше чем уверен, что Энви будет катать на инвокере, потому что он, собственно, канадец, если я не ошибаюсь, а на американском сервере он себя чувствует просто супер вольготно, и он на этом инвокере будет шпилить, будь здоров. Вот как раз-таки у Рокскиз такие персонажи, да, вот, у них уже три героя, что Мирана, что Оперейшн, что Клокер, которые, ну, у них пингозависимые, можно сказать, персонажи, то есть, ну, относительно, да, конечно, самый, наверное, пингозависимый персонаж это Путш, ну, и инвокер, да, ну, туда же можно отнести еще и по Тму, потому что там в Ару не так просто попасть, ну, если только под какой-то прям стан, да, вслепую. Вот, в Рейс Кинга забрали Клауд Найн, непонятно, что он будет делать, саппортить или фармить, но мне почему-то кажется, что этот пост будет именно фармить, потому что, ну, как-то, вот, я даже не знаю, как-то саппортить вместе с Ио, мне кажется, может у них не очень хорошо получиться, хотя посмотрим. Может, Клауд Найн оставляют хардкер героя напоследок, так сказать, и вот тоже, вот, БЗЗ, что ему думать? Вроде бы есть мидер, да, инвокер, вроде бы хардлейнер и либо два саппорта, то есть, что ему банить Тинни или второго какого-то сильного саппорта или, может быть, какого-то лесного героя, там, может, инчу какую-нибудь или, там, Энигму или что там вообще надо будет делать. Пока что у Рокскиз, кстати говоря, такой пик, который они могут... О, отличный выбор, там Пларочка против инвокера. У них такой пик, в котором они могут пойти против триплы команды Клауд Найн и, в принципе, комфортно себя там чувствовать благодаря двум рейнджовым персонажам Мирана и Оперейшн, которые имеют довольно много урона, если Челлинг Тач попадает, а он попадет, я уверен. Вот, ну и плюс какого-то в триплу пассажира Рубика правильно сделал Пайлайдэ, то, что забанил, потому что это самый, наверное, популярный герой в трипле Мирана Ancient Operation, да, Ancient Operation, плюс один. То есть Рубика как раз-таки идеально туда было бы забрать. Можно еще как вариант какого-нибудь в Рейс Кингах такую триплу добрать, ну, какого-то героя, который цепляет. Ну и тут, по сути, под Патму остается, да, вот как раз-таки Бэйн остается и Shadow Demon, да, которого БЗЗ может попытаться забрать и, может быть, это будет хорошим выбором, а может быть и не будет, пока что сложно сказать. Но у Рокскиз уже есть хорошие, у них все герои, то есть если мы рассматриваем игру с точки зрения, там, лейт позиций, да, то у них уже все четыре персонажа очень опасны в лейте. То же самое можно и про команду Cloud9, наверное, сказать, что у них очень опасные персонажи для лейта. Ну, то есть я говорю не только о героях, которые будут фармить, но и о саппортах и о хардлейнерах тоже говорю. Так, я говорил то, что приболел тут чуть-чуть, поэтому, может быть, буду как-то менее так качественно комментировать, может быть, что-то не буду замечать, поэтому вы поправляйте мне, если что. Надо, кстати говоря, второй комп подключить, потому что я немножечко не замечаю. Shadow Demon сами забирают Cloud9. Интересный выбор. Интересно же, подо что они его подбирают? Под Sunstrike, что ли, инвокеровский? Ну, если только. Вообще, да, конечно же, Sunstrike с Shadow Demon это комбинация очень опасная, потому что, ну, то есть Sunstrike в Disruption кидается очень простым образом. Ты видишь, как растуется Disruption, считаешь до одного и после этого кидаешь, потому что Sunstrike там летит порядка, там, полутора секунд, да. Вот Disruption длится две с половиной, ну и плюс ты считаешь до одного, там, погрешность, там, плюс-минус туда-сюда, и в итоге как раз чувак выходит из этого шара, ему сразу же прилетает, там, Pure Damage в лицо. А если еще Soulcatcher повесить, поверху, то там, вообще, мама не горюй, прилетит так много, что, может, какой-нибудь там Ancient Operation, да, сразу же отъедет, если экзорт будет максимального уровня, и у него не будет там ничего такого серьезного на ХП. Так, БЗЗ думает насчет последнего персонажа, и как раз-таки всех, вот, инициаторов хороших на линии разобрали, да, то есть, Рубик в бань, да что ж такое-то. Дико извиняюсь, друзья, что-то подкашлял. Жесть какая-то прям. Так, Габлак еще вылетел, к сожалению, сейчас придется его ждать. Фух. Да, всех хороших инициаторов на линии забрали. Рубик Бэйн в бане, в Рейс Кинг и Шэдоу Демон уже в пике команды Cloud9. И прям так не скажешь, кого еще там можно хорошего инициирующего. Ого, Тускар. Ну, Рокскиз уже пикали Тускара, не знаю, насколько он полезным оказался, ну, вчера они катали им, не знаю, насколько он полезным там оказался. Может быть, вместо него было лучше бы какого-нибудь другого саппорта подобрать, но Рокскиз считает то, что Тускар он, в принципе, прям, не, вообще, конечно, герой со своими особенностями, ну, конечно, у него есть свои особенности и свои недостатки, поэтому к его пику. Вот, например, про Парейшена, вот, ну, про него, мне кажется, вот вообще не скажешь, что вот у него. У него достоинств больше, чем недостатков, это точно. Да, там, про Патму. Ну, в определенных ситуациях у Патмы тоже больше достоинств, чем недостатков, потому что, ну, единственное, что для Лейта, это вот такой явный недостаток этого персонажа, что в таком плотном Лейте, если Патма не будет иметь хотя бы там на 4-5 тысяч золота больше, чем ее оппонент, да, который фармит, то, скорее всего, она будет не так полезна. Ну, а вот у Скара тут можно, наверное, много сказать недостатков. Он милишный, он как-то вот может шарды кинуть так, что своей команде, например, помешает. То есть тут на Шейкера немножечко вот похожи вот эти вот шарды, потому что, ну, то есть Шейкер – герой сложный, потому что им можно, его скиллами можно как помочь своей команде, так и помешать своей команде. Поэтому, если ты фиссуру положил криво, то не удивляйся, если увидишь что-то не очень лестное о себе в чате, если ты паблик какой-нибудь на этом Шейкере катаешь, то же самое. И Тускар тоже вот, например, бегут там, например, за тремя лоу ХП персонажами, да, и вот шарды влетают таким образом, что вот здесь вот просто двоих отрезают, то есть вы забираете одного, а два других просто разбегаются и, ну, плохо, то есть так можно было бы всех догнать. Окей. Что там? Габлак дисконулся. Ну, это печальная история, потому что матч уже довольно сильно задержался и хотелось бы, чтобы следующая игра начиналась без задержек. Это проблема с интернетом у Габлака там. Ну что, еще раз тогда по пику. У команды Cloud9. Пайлайдай играет на Иво, Фоджет на Шэдоу Демоне, Энви на Врейс Кинге, Бонни седьмой на Дарксире, конечно же, и, о чудо, Сникин будет катать на инвокере. Ну, просто я почему так предположил, что именно Энви будет катать на инвокере, потому что я видел, как он играет на инвокере, правда, на фармящем и на ботлейне. Вот, но мне почему-то показалось, что именно он сейчас будет играть на инвокере, учитывая то, что нету Сингсинга, да, мне кажется, что это было бы хорошим таким решением. Ну, урок скис, БЗЗ на Миране, Соло на Топларочке, Йол на Тускаре, Сидой, скорее всего, у нас будет играть. Так, Габлак на Апарэйшне, получается. Какой там у них был пятый пик? Так, вот он Апарэйшн, да, готов. Клокер, да, еще был, значит, Сидой будет играть на Клокерке. Все, вспомнили. Все, вспомнили, совсем разобрались. Бегут сейчас Рокскис во вражеский лес, там, пытаться, наверное, что-то провардить, и, наверное, это правильно. Так, Сниггин бежит вместе с Пайлайдай на линию. Я не удивлюсь, если Пайлайдай в итоге провардит мид для того, чтобы инвокеру было стоять приятнее с темпларкой. И инвокер наверняка будет кататься через экзорт здесь, потому что Шадоу Демон был взять не просто так, да, то есть его как бы с Врейскингом комбить, ну, глупо немного, а вот зато, 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 зато с экзорт инвокером его комбить вообще одно удовольствие. Роксы бегут вардить вражеский лес. Ёл, так, с вардами, провардил, по-хитрому причём. Провардил интересный, хороший вард, наверное. Ну, я знаю то, что вот можно ещё вард вот в этот вот кустик поставить, и тогда вот этот вот спаун тоже блочится, его довольно тяжело найти, то есть если тут где-нибудь вот сюда вард ставится, или, ну, как-то так, то можно вот в этой области раздевардить, по-моему, то есть если ты просто вот сюда его стыкаешь. Вот такие варды как бы можно и не раздевардить по-хорошему, то есть. Ну, в этом особенность игры на стороне Резиент. То есть на стороне Резиент легко фармить, вот мне раньше дико не нравилась вот эта вот ерунда, то есть когда выбираешь сторону, всегда хотелось выбрать именно дайер, потому что ты бежишь там какой-нибудь триплой на хардлейн, или как-нибудь быстро ты можешь зайти в лес и провардить, и, ну, неопытные игроки, они вот никогда хитрые варды не раздевардят, потому что, ну, они неопытные, понятное дело, поэтому не раздевардят, потому что их не так просто найти, вот. Но зато, с другой стороны, это как бы балансируется тем, что ты, если все-таки эти варды раздевардишь, то ты можешь фармить как черт. В этих лесах там намного легче фармить, ну, именно саппортом, который пулит, намного легче делать пулы, нежели чем на дайер стороне. То есть, ну, они продуктивнее получаются, если там на несколько спаунов можно пулить, да. Вот, они как-то поближе находятся, нежели чем вот эти вот три спауна, да, друг от друга. Вот, поэтому, конечно, на стороне рейдинг поудобнее фармить. Плюс там мидер может выйти на свой спаун, там профармить, да, если это какой-нибудь там SF или, ну, инвокер тот же самый. Кстати говоря, сникинг играет через экзорд, все, убедились в этом. Там трипла против триплы у команды RockSkiss на боте. Вот так я и думаю, что они поступят. Так, а и у нас занимался тем, что пытался, вот, смотрите, какие. То есть, он поставил два сентри и не нашел варды. Вот об этом я и говорил. Там не то, что, как бы, неопытные игроки не могут раздевардить. Даже такие опытные, как Пайлайдай, не могут раздевардить. Вот, грамотно заварженные леса. Пожалуйста, мы видим, RockSkiss поставили два апса, да, один на руну, другой. Так, поймали. Поймали виспа, начинает его чпокать. Летит Ару. Ару, кстати, очень качественный и попадает по ЗЗА. Ару, это ФБ для Йола. Отличная работа, RockSkiss. Возвращаются они на свою линию. Довольно. Тускар, конечно же, побежал за сапожиком. Такой быстрый сапожик для саппорта. Всегда приятно. О, еще и поджета поймали. Посмотрите. Вот шарды. Немножечко не своевременно габлак кидает чилинтач. И, опять-таки, не своевременно еще скидывает колдфит. Ну, то есть, ну, просто трата маны. То есть, скиллы-то на самом-то деле немного, немало, точнее, стоят. И по мане руну регена находит Йол. Халява. Такие профилактические шарды скинул на регене. Ну, а что ему? Все равно может, собственно, зарегениться, да. Ну, кстати говоря, думал я то, что его Сентрячок может в мид воткнуть против Темпларки, чтобы она там особо в мелды не уходила. Хотя, это, наверное, глупое решение было бы. Сам сейчас подумал об этом. Это действительно, наверное, не так уж и нужно. Потому что, ну, Темпларка, она мелд качает только там на каком-нибудь четвертом уровне. А сейчас она мелд вообще не качает. Качает пси-блейд соло. Чтобы поудобнее было стоять против опочки. На топе фраг делает следой красавчик. Он убивает Дарксира. Посмотрите, и уходит на 75 хитах. Купил себе телепорт. Но в него может сейчас пролететь Санстрайк. Не инвочит пока что и Сникинг ничего. Он... Так, а что вообще происходит? Все, подтянули. И Седой идет умирать от Энджердов. Красавчик Седой. Все сделал максимально грамотно. Ну, не знаю. Он, конечно, мог бы попытаться здесь умереть. Ой, в смысле не умереть, а пройтись. Но если он, да, он закупился там. То есть золото Седой не потерял. Фраг сделал. ХП получил очень много. Ну, как бы, боялся он, возможно, Санстрайка какого-то. Или чего-то еще боялся. Что, может, его каким-то образом смогут догнать. Неприятно, конечно, было бы там умереть. Ну, и Сулыч пока что отлично стоит. То есть 16 на 2. Сникинг там с фаржами старается фармить. Естественно, против Темпларки не так просто стоять. Поэтому приходится прибегать к помощи фаржа. Ну, вообще, мне кажется, экзортовый инвокер просто должен через фаржа в миду стоять. Уж больно халявным это стало делать. Раньше, когда у него один инвок был, да, то там, наверное, надо было в миде стоять с колдснепом. Вот. И если только там где-то какая-то возможность скинуть Санстрайк, надо перемочиваться на Санстрайк и кидать его. Сейчас можно все-таки и колдснеп и фаржа держать. Так. Колдснеп. Пошел Соло. Соло терпит еще от вышки. Боже, как ему хреново-то. Ё-моё. Сейчас если будет Санстрайк, то Соло умрет. Ну, у него рефракшн еще, да, откатываться будет. В итоге приносит ему баночку курьера. Он бежит на бот за руной иллюзией, которую Ёл должен ему проконтролить. Вот в каком-то смысле Соло здесь повезло, что... Ну, если бы руна на топе, например, зареслась, то велика вероятность того, что либо инвокер туда фаржа... Ну, да. Вот тут Сникинг как-то сыграл, может, не самым грамотным образом. То есть фаржа на руну не отправил. Он вполне мог бы там что-то придумать. Так. Арау очень неточный. Вот. А, нет. Стоп. Погодите. Это же... Ходжет, да. Дизрапшн кидал. Я думал, что он как раз-таки Арау по дизрапшн кидал. Но вспомнил, что Шадо Демон играет во вражеской команде. БЗЗ получает стан. У него есть липс. Олд кетчер. Да ладно, неужели не уйдет? А почему он сразу не липнулся? Еще и застрял. И банку еще поражал. Ну, чушь какая-то получилась. То есть он, в принципе, мог попытаться увернуться от стана, который кидает в него Леорик. Или у него тогда в пулдауне был еще лип. Но он вообще долго кдешится. Не думаю, что он тогда был в пулдауне у него еще. Хотя бес его знает, что там происходило. Если не видел, то, наверное, лучше и не утверждать. БЗЗ возвращается на бот. По крипам, конечно же, путмочка опережается. Еще раз Энви. Это не может не радовать, конечно, фанатов Рокскиз коллектива. Так, летит Ароу. И не попадает никого. У Леорика там Квилинг Блейд был куплен. Ой, достается. Ему здесь похоже сейчас. Хотя неплохой дизравшу, надо сказать, с кастю Фоджет. Правда, все равно должны убить здесь Леорика. Отличная работа Рокскиз. Надо еще пытаться саппортов размять. Очень мало хп у Фоджета. Ну, и как за елку спрятался. Тут посмотри, какой хитрец. Ну, ладно. Факт того, что убили Леорика, уже, конечно, очень... Ай, шардами забрал. Что ты будешь делать? БЗЗ тут сейчас от Виспопа врет. Это будет поворот неприятный. Ароу попадает. Ну, и тем временем Клокверка Дарксир убивает на топе. Посмотрите, Бонни седьмой отвечает. Ответным, так сказать. Татология прям какой-то масло-масляная. Отвечает фрагом на фраг Клокверка. И, собственно, получает он с этого, конечно же, больше. Потому что, ну, с левелом Сидому стало проблематично стоять с Дарксиром. Потому что у него там... Ну, и оншел становится мощнее. А Клокверк, он как-никак милишный герой. Вот, поэтому приходится ему вот тут терпеть. И, в конце концов, Дарксир просто напал на него. У него, мы видим, стенка была, да. То есть, он, возможно, стенку поставил. У него и вакуум прокачан. То есть, там, хочешь не хочешь, а на стенку ты наедешь. Плюс там парочка и оншелов накоцали и просто шлепнули. Так, Ару мимо в Сникинга. Не попадает в БЗЗ Ару. Ну, Сникинг получает сейчас седьмой уровень. И вот, Солыч, видите, темпларкой все-таки перефармливает. То есть, ну, к инвокеру контр-герои. Это СФ, темпларка. Ну, как бы СФ, мне кажется, немножко потяжелее. Это у меня там не получается очень часто. Я там, когда пабы катаю на стримах, там очень сильно жалуюсь. У меня там не получается СФ. Ну, это донный... Ой, СФ, инвокер. У меня, это донный инвокер. Вот. Но, наверное, нормальные ребята инвокер, они должны СФ очень неплохо напрягать. Но главное поначалу немножечко, чтобы кто-то похарасил. С ним, по идее, должно быть легко. Вот. А с темпларкой, конечно, воевать сложно. Есть лишь некоторые персонажи, которые ее контр... Вообще, кстати, команда Cloud9 могла поступить намного хитрее. То есть, они могли против Клокверка отправить инвокера, который ему вообще бы ничего не дал. То есть, Клокверкам нельзя просто. Вообще, по-хорошему стоять против инвокера. Ну, так же, как и... Ну, хорошо стоять нельзя против инвокера. Так же, как и хорошим таким-нибудь милишным... Ну, вообще, просто каким-нибудь милишным героем, да. Типа Магнуса, Кентавра. Очень тяжело, потому что напрягают эти форжи. Кстати, подходит Габлак здесь вместе с Сидым. Они убивают Боню седьмого. В Хоге зажался. Дарксир и там, кстати говоря, еще стенку успел скастить. Вот. А Дарксир отправить мид против Темпларки. Если вы помните те патчи, когда только Темпларка появлялась, да, вот в пиках. То есть, там, она сначала появилась во второй доте, там, ее в пабе потестили, потом добавили в Кэптэнс Мод. И только вот спустя некоторое время, вот я помню, что именно Скандал очень любил на Темпларке катать еще в бывшем составе Эмпайр. Забло в ее Брейнг, Каблаком, Фаником и Сайлентом. Вот. Он там постоянно играл на этой Темпларке. И потом начали уже, когда раскусили, да, что там, всякими Виномансерами, Вайперами можно контрить. Но они, как бы, ну, жалко пикать таких героев, да. Тогда Вайпер не был такой жесткий. Так, кстати говоря, Сникет Гум может здесь достаться, потому что у Сол есть Хаста. Но он решил, что... Да, решил, что не будет убивать. Вот. И Дарксира, короче, можно было бы поставить в мид против Сола. И вот там, по практике прошлых патчей он неплохо. Ой, ну, Псиблейд, Псиблейд, Псиблейд! Ай, не пробило. Инвокер стоял немножечко не под тем углом. О, ракета зато может еще пролететь. Ракета тоже не пролетает. И вот здесь хавает Тангос и пьет Боттл. Ну, а тем временем Шэдоу Демон убивает Йола на боте. Там такая получилась Эмирана. Да, в ответочку убивает Шэдоу Демона. Правда, Лерик убегает со стахитами. У него есть реинкарнация. Он даже так ПТ переключил на Инту. Блин, мало ли сейчас еще и маны не хватит. Ракета полетела на бот. Ну, если бы, кстати, так поступили ребята из Cloud9, мне кажется, что у них было все намного лучше, чем есть сейчас. То есть внутри Пла у них, понятное дело, там была та самая какая... А, нет, погодите, это не ракета. Это полетел ультопорейшн. Он, кстати говоря, убил Брейскинга. Ну, у него вот была реинкарнация. Ну, по крайней мере, у него еще там 250 секунд. Да, там 260, я уже не помню сколько. Да, 260 секунд у него не будет вот этой вот второй жизни. Что тоже немаловажно, потому что его можно гангать. Так, кстати говоря, пытается сейчас, посмотрите, убить Брейскинга. Я пытался Фоджит спрятать тиммейта. Вот как раз-таки после того, как по поляру он тиммейта смог спрятать. Выходит Леорик. И Санстрайк очень неточный летит. Санстрайк от инвокера. Благодаря этому Йол выживает. Еще под этой потмы он развернуться-то, конечно, вряд ли сможет. Но, по крайней... Ладно, по крайней мере, живет. По крайней мере, живет и у него все в порядке. Урн делает Парейшн. Надо, наверное, на Творс переключиться. И посмотреть, что там с графиками. Раздевардил Висп. Такой подошел. 50 гэсов срубил. Говорит, изи мани. Добил, ушел. Отличная работа. Счет 4-6. Пока что Сникинг не может выформить. Он еще и с Боттлом, кстати говоря, или это чей? Это его Боттл. Это Боттл Сникинга. Ну, поэтому у него так долго Мидас, конечно же, покупался. Темпларки проигрывают сейчас 700 монет. Хотя вышки нигде никакие не спушены. Ну, вот в этом преимущество Темпларки. Что она может больше выформить против инвокера. Но она с ним легко стоит, грубо говоря. Сейчас пытаются убить Соло. Довольно быстро бежит. Хороший мэл. Сэвейдл последние тычки, которые у него летели. Ой, как на муви-то разводят. Посмотрите. Да, пытался добить форжа, но Сникинг оказался чуть-чуть пошустрее. Вызвал новых форжей. В итоге ничего там не добили. Блин, Седой это уже девятого уровня. Там Мекку какую-то варит. Вот что-то не хочет он своей команде помогать. Видимо, боится оставить Дарксира одного на линии. Потому что он начнет сверх много фармить. И вставлять буни седьмого на фрифарме, конечно, тоже не хочется. Но, блин, он же Клокер. Он же должен вроде как врываться после получения своего долгожданного седьмого левела. Вот инвокер для него, наверное, самая такая приятная цифра. То есть у него нет возможности из когов выбраться. Если только Релокейту и вот так Соло теряет рефракшн. Вызывает новых форжей. Юзается трапа. Ну, Соло пока что фармит у него. Барабаны Яша там какие-нибудь появятся. И будет с ним крайне тяжело воевать. Да, вот Яша у него уже есть. Двенадцатая минута. Фейз. Яша, Боттл, полный стик и брасерок. Очень качественно профармил Соло. Довольно много он имеет. Яша же, да, там летит. Да, все, вот, пожалуйста, Яша. Боттл еще будет. Смотрите, на боте очень много телепортов. Плюс Релокейт отпрыгивает код. Бонни седьмой получил дизрапшн. И спасаются игроки команды Рокскиз. Ну, только там Йолу. Один влетел в пятерых. Ну, надо инвокера забирать обратно. Забирают инвокера обратно. Еще одна попытка сделать ганг на ботлейне. На этот раз должны убить. Да, Боджев. Молодец, хорошо себя спрятал. На этом не должны его спасти. Ультанул он перед смертью Соло. Соло что-то терпит. Рефракшн будет. Рефракшн есть. Жмет рефракшн. Дэмэж по нему не проходит с Пурджа. Ой, какой хороший и сочный Леорик. У него как раз-таки еще тот ультимейт не откатился. Отличная работа. Рокскиз. Блин, ребята удивляют, конечно. Вот, играют на таком неприятном пинге. Хотя, конечно, Cloud9 тоже на неприятном пинге играет. Там у них только Envy по сути. Ну, я не знаю откуда Сникинг. Не помню. Вот. Вот. Это Мау Е2000 и Envy. Они, по-моему, канадцы. Приятно играть в американских серверах. Ну, зато добьют вышку здесь, скорее всего. Или не добьют. Врывается тут Скар. В шаре. Летит. За Бони седьмым. Не долетает. Сейчас каким-нибудь шардики, может быть, кастанет. Инвиз для Сникинга. Хорошая руна. Ну, наверное, да. Пайлайдай в итоге ее забирает. Так, в итоге задинайли вышку на миде команда Рокскиз. Молодцы. Могут сейчас попытаться выйти в мид. И попытаться что-нибудь спушить там. Потому что чувствуется, что последние драки удается им выиграть. Так. Солы сейчас стягивают. Летят сразу же шарди в ответку. Мека появляется у Клака. На четырнадцатой с половиной минуте. Кстати говоря, даже раньше, чем у Дарксира. Хотя по Нетворсу... Да. Ой! По Нетворсу там. Посмотрите, как его обогнал. На целых... На целых тысячу даже... А, нет. Стоп. Погодите. Вру. Мне что-то спутал немного. Дарксир обогнал. Клокерка на три сотни. Не знаю. Может обновился просто Нетворс. А может мне просто показалось. Да. Вот тут купил сейчас рецепт Мекки Дарксир. Ну и по сути вот он тоже. Примерно столько же, как и Клок на фармах. Хотя они там друг друга шлепали. Если вы помните. Ну, скорее всего, это будут какие-то Некра. Блин. Лейт Потенциал. Думаю я сейчас о Лейт Потенциале. Конечно, Темпларка жесткая. Но там есть Врейс Кинг. Есть Дарксир. Ну, саппорты, честно говоря, мне нравятся именно больше в команде Рокскиз. Потому что... Ну, переоценить, конечно, оперейшн весьма тяжело. Потому что для Лейта один из самых лучших саппортов, извините, когда ты не можешь регениться в файте. То есть, когда ты попадаешь в Леорика, он банально не может... У него лайстил просто не работает там. И... Вообще, у всех, да? То есть, Врейс Кинг он лайстил ауры ведь дает. Правильно? То есть, по сути, он сразу же контрит его ауру на тех, на кого попадает этот ультимейт. Так, летит Аро. Сейчас Рошана будут забирать. Очень легко смогут это сделать игроки команды Рокскиз. Темпларка решила не добирать барабаны и покупать какие-то более значимые айтемы. Видимо, либо это будет БКБ, либо это будет изолятор. Пока что очень сложно сказать. Летит Санстрайк, который дает просто инфу о том, что да, вот... Ну, точнее, дает чуть раньше о том, что команда Рокскиз добила Рошана. Инвокер все фармит. Инвокер много имеет. Блинкдаггер у Энви наконец-таки появляется с этим Блинкдаггером. Инициации у команды Cloud9 будет побольше. Ну, и пока вот Висп, который... Ну, вот уже 16 минут бегает. Пока что Релокейтов он один только сделал. И то там, по-моему, убили одного Йола, который сам ворвался. Санстрайк попадет в Кота. Да, Кота зарезали. Это минус Айеги сразу же. Стан откатится. Кстати, посмотрите, Стан. Есть ульт Патмы. Хорошо, уходит здесь БЗЗ. Тем временем Клокер забирает инвокера. Красава! И Клокер вместе со своей командой с Йолом и Соло убивает инвокера. Не знаю, что он там забыл, конечно. Я понимаю, что очень приятно фармить вражеский лес, но ошибся, короче. Парень БЗЗ. А как БЗЗ-то здесь оказался? Что он тут делает? Почему? Вот чего он там забыл, реально? Вот его же здесь наказали. Он ушел липом вот сюда. И что, он потом развернулся, что ли? Или что он сделал? Я чуть не совсем понял, как такое вообще могло произойти. Ладно, потом демку посмотрю, постараюсь узнать. Так, хорошая, кстати говоря, стяжка от Арксира. Посмотрите, он просто за Коги вышел. Но Йолом в итоге ворвался в эти Коги. Дал ультимейт Жиду Демну. Убили здесь СТ. Респит Сейнмокер. Кидает санстрайк, который распределяется просто по огромному количеству целей. И дэмэджа особо не наносят. Ультатопорейшн. Попадает в боню седьмого. Боню седьмого лупят. Лупят соло. Просто дает очень много дэмэджа. Но умрет сейчас, потому что не было рефракшна. Оттолкнули Когами. Да, и у него нет ума, но у него Стики. Да, шумет он Стики. И в итоге выживает. Блинкается. Так, а что теперь делать? Надо Коги какие-то ставить. Сразу же стан, да? Не успел. Ой, Энви молодой человек. Что-то сегодня вообще прям фейлит. Блинкается за седым. Нету вижна. Санстрайк. Ах, все-таки санстрайком. Санстрайком отрезал путь. Снекинг к локерку. И в итоге, конечно, не удалось ему выжить. Но зато мы видим то, что он только что закупился, да? И денег, по сути, не потерял. Так. Ароу Вафаржа. Ультопарейшна по Снекингу попадает. Но убить его уже не представляется возможным. В стиле Фаты собирается Снекинг. Просто сразу же сапожки не даст Некра. Ну, такая сборка, конечно. Забавная. Габлака шлепают. Габлака шлепнули на миде. Как раз таки это сделали висп с Дарксиром и с Шадоу Демоном. Да, Демоник Пурш потратили. Думал, может, Релакит какой-то был. Но они, видимо, просто на него зашли. Такс, 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 такс. БЗЗ опять бежит. 100 хп. Блиндаггер у Йола. Вот у Йола, кстати, хорошие весьма айтемы для саппортящего Тускара на 19-й минуте. То есть у него есть Блиндаггер и сейчас он барабанчики какие-то сделает. Не знаю, можно, конечно, еще и Блэдмейл было бы потом допилить все-таки персонаж. Ну, довольно плотный саппорт, согласитесь. Вот у него хп практически столько. О-о-о, попал. Тут Йол, сразу же напали на него, убили. Как только увидели на этом лейне. Темпларочка юзает руну инвиза. Прилетает ультопорейшена, но он прилетает так чуть-чуть за вышку. Ну, Каблак опытный, конечно, парень. Знает, что ребята должны отойти, поэтому он кидает этот ультимет чуть-чуть подальше. Отправляет сникинг некров первых с фаржами на Т2 вышку. И, видимо, ребята побоялись дальше там драться, потому что у них нету в рейскингах. Зато Соло нашел, посмотрите, Пайлайдай и Фоджеда, который убегает отсюда. Если он хочет их убить, то ему надо открываться прямо сейчас, иначе будет уже поздно. Да, тут уже поздно их пытаться убить, но если только сейчас кончится тизер. И вот как-то, может быть, на ДД их поймать. Да, тут посмотрите, вард есть у команды Рокскиз. Если сейчас сюда выйдет вот как раз-таки Клокерк, он может попасть в хукшот. Клокерк попадает в хукшот. Отличная работа. Почта убили. Все, это правда. Еще и халявный дабл дэмэдж для темпларки. БКБ в итоге покупает Соло. Обезопасился, так сказать. Решил не изоляторы какие-то делать. Ну и правильное решение, на самом деле. БКБ здесь нужно в любом случае. Лети Тароу, снова Форжа. Любит эти Форжи ловить. Поймали. Посмотрите, Виспа поймали. Отличный прокаст от инвокера, надо отметить. Но он не спасает. Виспа делает байбэквист. Сейчас его под ультой Патмы старается уйти. В итоге забирает Клока, который ворвался с хукшота. Да, или как он так ворвался? У него хукшот БКБ. Который просто зашел в спину, поставил Коги и Блэйд Мэйл нажал. Ой, как же жестко Соло то вырубает. Посмотрите, правда ХП у него сейчас нету. БКБ врубает на трех сотнях ХП. Прячется в Мэл. Не срабатывает демоник Форж под БКБ. Ну, хотя бы еще Фоджида надо здесь шлепнуть. У Сникинга, по идее, вообще нету никаких скиллов. Ой, Клок, откатился хукшот, он шлепнул. О, здесь шарды, Коги. Не, Сникинг не выжалит, конечно же. Минус пять делает Рокскиз сейчас на меде. И у них есть отличная возможность пропушить даже две пышки на меду. Потому что урна у Габлака просто горит вообще от количества зарядов. Ну, конечно, это не так. У него еще две урны. Он одну кидает, естественно, на себя любимого. И еще, по идее, он одну может кинуть на кого-нибудь. Но ребята решили, что лучше разойтись. Хотя, да, действительно, лучше разойтись. Потому что сейчас уже Дарксир заспавнится. Леорик заспавнится. Что-то Демон заспавнится. ХП нету, маны нету. Нафиг надо. Вот БЗЗ единственное, что следует быть немного осторожным. Потому что через восемнадцать секунд спавнится инвокер. И Сникинг... Ну, я бы на месте Сникинга просто попробовал хотя бы кинуть Санстрайк БЗЗ. Вот сейчас за ним надо немножечко последить. Смотрите, Патма просто идет, да. Она так липается по-хитрому. Меняет траекторию. То есть бежит на базу не прямо, а вот какими-то там закоулками. Такие кривые стрелочки, получается, рисовать на карте. Ну, Санстрайк... Не стал, короче говоря, с ним пытаться попадать Санстрайк. Даже говорил, ну нафиг вообще. Лучше вызову фаржей. Так, там пытаются убить, кстати говоря, Соло. Соло прожимает БКБ рефракшн. Туда летит титул оперейшн. Попадает только Фоджи, да. И Соло жив. Жив цел орел. Блинка и Ценви. О, нет. Соло все-таки не выживет. Здесь, хотя подходит Сидой с кувшотом. Дает мегу. Слишком, слишком мало этого было для того, чтобы остаться в живых. Хороший от Фоджи до дизрабшина мы с вами сейчас заметили. Удастся ли разойтись команде Cloud9, потому что команда Рокски сейчас, ну, Соло сделал байбеку. Какая стежечка, стеточка, какая жесткая. Сидой впитывает под плейдмейлом. У него еще есть... Нет, у него нет хукшота. Это я на иллюзию нечаянно крикнул. Так. Реинкарнацию использует Брейс Кинг. Блинкает через Коги. Санстрайк летит. Снова не точный. Если бы попал, было бы вообще беда. Вот, ну Сникинг, ну ошибается. Борода просто с этими санстрайками. Потому что, посмотрите, живет чуть-чуть дольше кота. И вот тут вроде бы как впитывает Shadow Demon. Сейчас Shadow Demon может умереть. Но если бы он еще и санстрайк бы попал. То, скорее всего, ему там... Ну, там команде Cloud9 вообще было бы нечего бояться. А так я что-то посмотрел. Соло ворвался. Там дэмэджу кучу нанес. Ну... Для европейской команды, конечно, все хорошо обошлось. Да, вот эти вот байбеки Соло. Потому что, ну, Рокски столько что сделали минус пять. Драться-то они вполне могут. Им надо только чуть-чуть подсобраться. И с точки зрения позиции как-то пограмотнее встать. Так, БКБшечку нажимает Йо. Начинает фокусить Леорик. У Леорика нет реинкарнации. Убивает его пинком Йолыч. Трапа. Сникинг еле бежит. Блинкается Тускар. Цепляет Виспа. Виспа прячется сейчас поджид. У Сникинга должно быть хоть что-то. Но Сникинг не хочет выходить из этой инвизы. Он просто замедляет инвизы. И Томпларка убивает Ио. Блинкается и... Опс! Нет. Все, шедо демона ходит. Ну а с инвокером тут уже, конечно, не повоюешь. Потому что он довольно далеко убежал. Пусть он очень медленный, но зато уверенно бежит за телепортом. Покупает его. И, кстати говоря, не спешит вообще парень уходить с этой линии. Сейчас пойдет крипа продаст. Какого-нибудь кентавра толстого. Как раз таки на экспо. Ну что, видит его? Да, посмотрите, его видит сейчас. Третьи Некра пролетают Сникингу. Его сейчас видят на топе. И за ним уже выдвигается банда. Вот у команды Cloud9 Вижена на топ руне вообще нету никакой. Вызывает Некров Сникинг и... Ну это халявное, кстати. Вот золото Икспо. Посмотрите, Соло просто срубает. Просто... Ой, не добил. Да ладно, не побежит. Блин, такая вот монета шальная, да? Там под 150, по-моему, да? За третих Некров. Зато убили Апарейшн, видимо, через инвокера. И Релакейт, да, сделали. Его в итоге оставляет Сникингомом или забирает его обратно на базу. Не знаю, зачем он его там забрал. А, там на миде много народу, да? Побоялся, что его шлепнет. Да, тогда, наверное, правильно. Подошел третий Некроп. Просто выжгал... Выжгал... Новое слово в русском языке. Выжгал Ману Йолу. Ну, а по-хорошему, выжг, конечно же. Ну, было довольно неприятно. То есть, монопул у Тускара не такой уж и обширный. И поэтому... Конечно, вот таким одним моноберном он может очень сильно задизейблить. Рошана шлепает Рокскиз. У Соло есть дабл дэмэдж. Очень полезная руна для таких вот задач. Йол начинает потихонечку прокачивать. О, как потихонечку? Он уже замаксил. Я вот как раз таки вчера, когда Рокскиз пикали, Тускара говорил о том, что... Вот у Тускара, помимо вот... Вот известных скиллов, которые он качает в самом начале, Шарды и Шар... Ладно, ароу попадет? Нет, ароу не попадает. Сникинг в итоге выживает. Но подходит Йол, юзает просвет и локера подправляет в таверну. Сиджил очень опасный и неприятный скилл. То есть, под ним драться... Ну... Очень тяжело, одним словом. Нео фармит на лесочке. Пока Йол прыгает, Шарды цепляет. Так, тизериться. Куда тизериться? Непонятно. Тизериться некуда. Пинка ему. Ну, я чувствую просто, насколько вот Рокскиз сейчас полезней. То есть, ДПС выдает, в принципе, инвокер. Очень много ДПС выдает инвокер. Ну и Дарксир, конечно же, тоже огромный ДПС выдает. Леорик, он пока не может вот именно как-то там руками зверски разбивать лица всяким катам. Его, во-первых, кайтить очень просто, потому что он милишный. Это вот первое, да. Во-вторых, у него вот там... Вот Найкса все-таки кайтить, мне кажется, сложнее, нежели чем в Рейскинга, потому что у него там всякие там... Цинчиндьяша плюс какие-нибудь фейзы. Вот, и с ним он хотя бы бегает быстро. А с Леориком не такая фигня. Но зато он плотный, у него есть реинкарнация. Так. Забирает его в коге сейчас Седой. Летит туда Санстрайк. Блэдмейл подрубает Седой. Разобрались с реинкарнацией у Рейскинга. И он делает блинкаут! Ой, красавчик, красавчик просто в Рейскинг. Но, да, не выживает в итоге, потому что Седой не пожалел на него. Хукшот и правильно сделал. Пусть, конечно, ушел бы, скорее всего, Энви, если бы не закастили Хукшот, ребята, из Рокскиз. На топе у них вышки нету, поэтому не стоит беспокоиться. Надо, наверное, идти бот разменивать. Там всего лишь-то 1300 хп. Ну, всего лишь-то, это, конечно, в кавычках. Ну, тут дезолятор, да, у Тэмпларки. Притаран... Ох, да, Аегис, вот... Блин, я прям провтыкал этот момент. Вроде бы видел то, что... А, нет, я говорил то, что Соло с даблдэмажем бьет. Все, окей. Просто я... Опачки, 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 опачки. Минитор отключается. Сейчас постараюсь его быстро подрубить. Пока вроде бы ничего не произошло. Еще один даблдэмаж на топе. И пауза такая, дух прям перевести. Просто игра идет в каком-то таком русле, что... Ну, либо потому что я немного приболел, я не совсем успеваю за тем, что здесь происходит. Вроде бы стараюсь какую-то информацию давать. Но... Как-то вот туплю, скажем так. Мягко говоря, туплю. Надеюсь, что ко второй катке я буду чуть-чуть пободрее. Кстати говоря, следующие матчи будут весьма интересными. Я не помню, какой второй. Не помню, какой второй. Но третий будет Virtus.pro против Na'Vi. За которым, конечно же, пронаблюдать будет весьма забавно. Не знаю, насколько в хорошей форме сейчас Virtus.pro. Но вот эти вот шуточки, когда они там... Знаете, на StarLadder поехал NS аналитиком. Lost аналитиком. Smile аналитиком на последний сезон StarLadder. И ты вот так вот листаешь ленту новостей в каком-нибудь ВКонтакте. И там видишь картинку. Virtus.pro на Lani. Вот там... Smile. Да. NS, конечно, очень забавно было. Ребят, действительно, им очень тяжело. В последнее время дается Dota. Ну, по крайней мере, три недели назад, когда я за ними наблюдал еще. Потому что я вот опять-таки говорю, что за Dota и... Ну, вот... Когда Dream League вот началась, да, тогда мы по сути еще вот... Ну, начинаем кастить вот. А до этого никакую там ни европейскую, ни китайскую стену я по сути не видел. Так, может, парочку раз там стримы глянул. Чужие, но так, чтобы прям серьезно говорить. Может, Virtus.pro сейчас убивают всех. Так что я тут говорю, что там Na'Vi должны с ним далеко расправиться. Ну, ни фига подобного. Ну, по крайней мере, по той игре, которую я видел в Virtus.pro в последний раз, это, конечно, оставляло желать лучшего. Ладно, будем надеяться, что у них получится сегодня отыграть на максимальном уровне. Ну-ка, со шматьем. Что интересного можно отметить? Force Staff у Inwalker. Вот он начинает какую-то мобильность себе приобретать. У Клокерка Аганим весьма, весьма неплохо седой. Что там у Operation? Operation тоже осталось до Аганима. Там кот наплакал. 500 монет где-то дофармить. 500 монет для такого саппорта, как Operation, это порядка, может, там, двух минут. Такого фарма, скажем, в лесах, там, челлингтач накинул, полки забросил, и вот просто фигачишь вот этих вот кентара. Вот, пожалуйста, тут две сотни золота, да, он должен получить. Или 150, я уже не помню, там, зажирного кентусика, сколько ему дадут. Сейчас заодно посмотрим. Опа, 78. Ну да, где-то там порядка 120-150 золота он получит с этой точки, и ему останется там 350 золота. Так, ара улетит, ах, чуть-чуть не попали сникинга, сникинг. Ну, сникинг, вот он фрустаф потратил, вот за это он наказан. Вот где вот он этот фрустаф, он пытался потратить? Он убегал откуда-то от кого-то, просто есть такие, знаете, вот, резкие ребята-инвокеры. Вот они качают там, например, Vex, да, у них там барабаны, фейзы, Vex вымышен до последнего, там, до седьмой сферы. У них там всякие дагера, иулы, фрустафы, и они видят руну, там, какого-нибудь регена на топе. И давай туда, на фейзах, на барабан, на всем просто, блин, скок, прыг, скок, туда, а там его просто принимают, и у него эскейпа никакого нету. Вот, как бы, за такое бывает наказывают. Ну, я видел то, что инвокера в фрустаф кулдауне, я просто не заметил, что он там делал с ним. Опять-таки, мой косяк, в первую очередь, но... Инвокера, короче, поймали. И это, как раз-таки, для Рокскиз хорошая возможность попытаться в миде чуть-чуть поагрессивнее сыграть, потому что у Templar'ки еще на руках должен иметься Aegis, который пропадет буквально через минуту. Да, вот нам показывает Dota TV, что Aegis должен в ближайшее время пропадать. Вот, поэтому, наверное, с ним можно попытаться какую-нибудь агрессию взять. Правда, инвокер сейчас уже заспавнится. Некра у него откатится через 25 секунд, и к этому моменту как раз Aegis упадет. Надо быстро поломать эту вышку и, возможно, перегруппироваться каким-то образом. Хотя Yol вообще ничего не боится. Спамят шардами, отличный хук-шот от Седого, правда, запортили. Еще Yol врывается дальше, пытается ультой кого-то подцепить, спрятался в шар. Ульта от Operation по сникингу попадает. Так, и ребята все-таки перегруппироваются, да. Резкая атака, но Cloud9 остались все целые невредимы. Ну, практически невредимы. Shadow Demon только там что-то по лицу удали. Ну, там шарды его спрятали, он зафорсился оттуда. Все, все по уму сделал, все. А Aegis падает через 6 секунд. И Рокскиз, наверное, будет чуть-чуть по свободе. Ну, мне кажется, Роксам сейчас торопиться некуда. Посмотрите по Нетворсу. Три игрока команды Рокскиз, ну так сказать, ключевых игрока, да. То есть, три человека стоящих на линии, которые фармят, да. И два саппорта, которые имеются в игре. Либо там Лесник может какой-нибудь. Ой, Йола, нашли. Все, вот он не выжил здесь. Ну, не велика потеря, на самом деле. Потому что... Ну, окей, убили Йола. Сейчас он, может, чё, и выживет. Он под Ульдой и Патмы нет. Его сразу же просветили. Глупо ожидать, конечно, что на 32-ой минуте против Патмы нету никакого детекшена. Да даже если бы там действительно не было бы детекшена, я думаю, Сникинг бы не постеснялся просто Некров прожать, чтобы дать Вижн на Тускар. Поражались в Мауках, между прочим, Клауд Найн. И чё-то хитрое задумали. Сейчас бегут во вражеский лес, либо чё они там хотят. Йол видит руну хосты на топе. Сейчас там будут ловить его, видимо, да. Или не будут. Не Соло. Соло, точнее, да, видит руну хосты на топе. Подбирает хосту сейчас Дарксир. Хотя банка есть и у инвокера. И побежали гангать Соло. Соло есть БКБ и манты, не забываем об этом. То есть его загангать тоже не так-то просто. Так, нашли. Сразу летит БКБшечка. Какая чёткая БКБшечка от Соло. Правда, пришлось сделать релокейт. Борется до конца. Соло дерётся. Хукшот просто божественный от Седо. Он жмёт Меку на стяжка. У-у-у, стеночка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всё, Седой убегает в ужасе оттуда. Щетину показал и... Да, забрали Templar. Ну, блин, пришлось всё равно много очень потратить Cloud9 на вот этот вот ганг, чтобы расправиться соло. То есть они потратили... Ну, про каст инвокера ладно, он восстановится там секунд через сорок. Но стеночка Дарксира это, конечно, вот 80 секунд. Он будет без стенки. По крайней мере, может радовать. Что хотя бы хоть что-то. То есть, по сути, если бы не Седой, то эту Templar убрали бы просто вот за Ульт Шедоу Демона, да? Забрали бы её, скорее всего. Вот. Но Седой вовремя подошёл и, по сути, ну, заставил соперника поражать чуть больше. Немножечко корявый хукшот от Седого. Как раз-таки, возможно, сказывается и пинг, с которым играет сейчас вот на Клокерке игрок команды RockSkiss. Потому что, извините меня, с 250 пингом просто вот так вот взять и... Ну, ну, опять чуть-чуть не туда Седой. Ну, вот из-за пинга, вероятно, что Седой сейчас не сделал этот фраг. Весьма вероятно, что именно из-за пинга. Поспешил дать хукшот, а там, там, что, может, не успел отменить или что-то типа того, и в итоге хукшот как-то коряво скастился. Вот. Беда. Ну, ладно, ничего страшного. Габлак контролит руну регена на боте, у которого есть Аганим. Уже Седой к нему хукшотится и берет сейчас этот реген. Ему... Он бы очень не помешал, потому что он после того... Тимфайта, можно сказать, да, или какого-то... Ну, того ганга, который он пытался пресечь на топе, да, от команды Cloud9 очень сильно накослась еще там. О, релокейт. На кого? На кота. Ой, какая... Оооо! Вот это сильный парень, Эдве! Вот это он дает! Вот. Вот это парень просто бликнулся на уровне, что я называю. Правда, умереть сейчас может. Да ладно. Слушайте, а он там за... Нет, телепорт просто нажал. Хе-хе-хе. Забавная ситуация получилась. Вообще, Эдве действительно красиво здесь играл. То есть, он видел, в каком направлении липнулась кошка, и он точно рассчитал рейндж, куда надо прыгнуть. Ну, это... Ну, да, наверное, профессиональные игроки должны знать приблизительно, на какой рейндж прыгает Патма, да, чтобы за ней прыгнуть там в ответ. Вот. То есть, он... Ему доста... Это же был не брингдаггер, да, который там просто цап и все, и нету чувака. И куда он прыгнул, бес его знает. Вот. А это Патма, которая, ну, видно, куда прыгает. И Эдве просто зная рейндж липа, он за ней тоже прыгнул. Вот. Так что... Но все равно, факт того, что он прямо вот туда в елке, прямо вот... Аккурат к ней попал. Это, действительно, было забавно. Гемочек у его. Госцептор, там у него все в порядке. То есть, в принципе, способен парень в тимфайтах выживать. Но у команды RockSkiss уже айтемы просто космические. Посмотрите. Там две манты, Дезолятор, Мьолнир, два Аганима, Блейдмейл, БКБ, Усоло. Брррр. Еще и саппортящий Тускар там оставляет. Ну, просто в недоумении в каком-то. У него там, извините меня, травола, даггер, барабаны. То есть, вот взять, например, саппортящего Шадоу Демона. У него 13 левел и 5600. Практически в два раза Тускар его перефарм. Вот такие вот пироги. Так, в смолки бегут Роксы. Найдут ли они кого-нибудь или нет? Сразу же Сиджилл подозвали. Так. Торнадо сенвочил Снекинг. Оно, кстати говоря, может сейчас очень сильно зарешать. Но Торнадо поздновато. Хотя нет, нормально. Торнадо прилетает. Правда, там шарды. И, по-моему, команда Cloud9 сейчас может очень сильно впитать. Хорошая стяжка. Стенка просто великолепная. Закоги выталкивает всю команду Рокскиз. Снекинг. И разворачивается какая-то нешуточная борьба. Соло без маны уходит еле-еле. 260 тп у него. Седой второй раз дает ультимейт свой. Зеппер он там сникинга. Врубает Блэйдмен. Похоже, что Иногер здесь умирает. Но нет, он отфорсился. Еще форстаф должен быть. И форжет. Да форжет. В стане находится. И не смог тиммейта зафорсить. В итоге сам сейчас зафорсился на хайграунд. И, возможно, также он отъедет в таверну. Шлепнули в рейс кинга, у которого не было реинкарнации. Он эту реинкарнацию потрасил. Вот. И, в итоге, получается такая вот бодяга. Что, скорее всего, сейчас команда Cloud9 просто-напросто потеряет один лейн как минимум. Потому что есть сулыч. Так. А вот байбек инвокер это уже серьезно. Тут, может быть, даже есть смысл отойти и пойти забрать третьего Рошана, у которого сыр Аегис есть. Опачки, стяжка. Так. Все. Все, разбежались. Все, разбежались. Пока нету в рейс кинга, команда Рокски сможет спокойным образом пойти и забрать Рошана. Это очень полезным будет действием в данный момент. Потому что, ну, сыр можно отдать. Не знаю. Тампларк, наверное, лучше отдать Аегис, а сыр отдать, наверное, Патме. Или Йолу, может. Он же там постоянно впитывает. Возьмет два Гема, между прочим. Один из которых выбили у Пайлайдай. Так. Ну да. Вообще, отлично получается сыграть у Роксов. В данный момент Гема не... Ну, Гема один выкладывает. Патма в итоге забирает сыр. Ну, Аегис, конечно же, достается соло. Без комментариев просто. Так. Там преимущество по десять тысяч уже по золоту. По ХП тоже порядка десяти тысяч. Ну, вот Лейд, как говорится. Вот Рокски свое выфармили. Перефармливают. И уже на сороковой минуте вот этот вот Врейскинг. Вроде бы, то есть, бывает, катаешь там против этого Врейскинга. Он как соберет там Армлет, БКБ, не знаю, Кирасу, какой-нибудь Башер еще. И вообще ничего ему не сделать. Он просто идет и идет. И ломает и ломает. И лайфстилится, отжирается. Реинкарнация у него. А тут он еще и бафнутый. То есть, у него реинкарнация такая, что он всех замедляет, как черт. Плюс у него вампирик новый тоже бафнутый. А вот ничего, ему темпларочки не сделать. И Кату тоже вот очень сложно что-то объяснить. Потому что, собственно, герои рейнджовые. Там врывается Клокерк, ставит Коги. И вот и что ты будешь делать? Ну, не пройти, не проехать там. Так. Так. Поймали сейчас Рейскинган. У него есть реинкарнация. Неплохой форстаф от инвокера. Последовала Торнадо. КВЕ также. Последовала Седова. Сейчас будет еще один кукшот. И в этот кукшот, наверное, лучше попасть в Сникинга. Хотя Сникинга поймали в шарды. Он развернулся, форсанул. Или это его кто-то форсанул. Короче, я не понял, что произошло. Ио красиво здесь сыграл и забрал инвокера. Только самому ему придется, скорее всего, умереть. Или его подсейвят как-нибудь. Сейчас тизернуться. Тизер, тизер, тизер. Ой, красавчик. Файлайдай просто успел все сделать. И ничем его там не напрягли. Хотя рисковал очень сильно парень. Мог умереть. Ну, естественно, жизнь инвокеру надо спасать. Он все-таки Байбек как-никак делал. Если вот один из ключевых персонажей инвокер сейчас у команды Cloud9 приедет, то, скорее всего, это уже будет минус лейн. То есть тут Рокскиз-церемониться не будут соперником у них. А Эгис и Сыр и куча дэмэджа. Так, немножечко не точно у Торнадо Сникинга. Хороший Айсволл. Ну, наверное, это был бы хороший Айсволл. Если бы он чуть подальше скастил. Потому что Товерку все равно Араксы поломали. Седой под Мьолниром. Лупит гаечным ключом просто по баракам. Летит Торнадо. Метеор летит. Ну, он так только чуть-чуть клокерка покосал. БКБ-шка жмёт Соло. Разворачивается. Дает плюху Смелда. Ну, милишный барак стоит. Побаивается Рокскиз все-таки вот до конца драться. Хотя вот Эмпларки уже довольно много. А этому там Кристаллис, 2 800 золота. Неплохо собрался Солыч. Милишный барак не идет. И еще этот милишный барак. Ну, вот надо бы его добить, пока Егис есть. Ну, вот надо бы. Сколько тут еще? Раз, два, три, четыре. Еще где-то минутки, наверное, две будет. Ну, даже три минуты. Смотрите, под рефракшеном Соло убивает двух некров. Получает экспу, золото. 3000. Голды он уже имеет. Седой с Тараски. О, этот молодой человек уже весьма плотный. Сейчас вот просто как выедет и вешается на него Мелдер. И, ну, Седому пока что не спешит никуда входить. Так, БКБ-шки зажали. Ну, весьма посредственная стенка от Бонни седьмого. Он там застрял в когах. И, да, тут скорее всего сейчас команда Cloud9 просто будет езжать. Соло с Аегисом. Не боится он бежать дальше. Разменился. Хороший хук-шот от Седого. Просто великолепный хук-шот, надо сказать. Потому что подцепил... Подцепил инвокер, у которого там был Гост Септер. И, да, тут, наверное, можно писать уже ГГВП. Хотя борются до конца ребята из Cloud9. Седой под Блэдмейлом с Тараски. Еще один хук-шот дает в замесе. Гост прожимает Пайлайдай. Сейчас подбивается урный. Но его убить не так сложно. Благо подмыть магический прокаст. ГГВП. Хорошая катка получилась. Молодцы. Рокскиз, честно говоря, не ожидал, что они смогут выиграть довольно опытную, такую хорошую команду. Да еще и на американском сервере. Вот они играли... Хотя, с другой стороны, два стендинга у Cloud9. Так что два таких неприятных фактора взаимно компенсировали друг друга, наверное. И вот хоть и Роксам пришлось играть на американском сервере с Диким Пингом. Но, тем не менее, они сыграли... Вот, блин, ну мне очень понравилось, как вот они и трипло отстояли хорошо. И Соло против инвокера справился. Ну и Клокер там тоже и убивал Дарксира. Умирал, правда, от него. Но против Дарксира, который высокого уровня на линии милишникам, таким как Клокер, кстати, порой не очень просто. Поэтому, наверное, все сложилось нормально. Ну, молодцы. Рокскиз красиво сыграли. Поздравляем их с победой. Сейчас посмотрим, какой нас матч ждет следующий. Потому что я, к сожалению, не помню. Так, 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 так. Дремлига. Альянс против Эмпайр. Альянс против Эмпайр. Жуть какая. Просто жуть. Ну и катки сегодня у нас так. Где-то тут должны скинуть пароль. Сейчас, 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 сейчас я зайду. Обязательно зайду. Да, там уже лобби есть. Все имперцы сидят. Все комментаторы готовы. Тогда мы делаем небольшой перерыв. Я переименую трансляцию. Загляну в чатик. Посмотрю, что там люди пишут. У меня просто второго компа сегодня нету. И, собственно, поедем дальше. На трансляции я смотрю. Ну, такое, минимальное количество людей имеется. Думаю, что розыгрыш в конце стрима мы сделаем. Ну, или в перерыве между вторым и третьим матчем. Так что оставайтесь с нами. Парочку сетов, я думаю, что разыграть мы сможем. Ну, если народу будет еще больше, то еще, наверное, каких-нибудь шмоток разыграем. Ну, попозже я об этом все расскажу. Через несколько минут буквально начнется матч команды Альянс против команды Импайра. Не расходитесь.